Ну, конечно, Клопа надо казнить. Передаем привет Лорду Бентнеру в СИЗО номер. Средние четыре команды, если не сказать больше, убогие команды собрались. Всем привет, на связи Евроспорт.ру. Меня зовут Антон Ханкаян. Со мной внебрачный сын Дениса Беркомпа и редактор новостей на Евроспорт Тимофей Яценко. Всем привет. Тимофей, как там, кстати, в Лиге Чемпионов дела у Арсенала? В Лиге Чемпионов пока никак, к сожалению. Сегодня обсудим потуги российских клубов в пятом туре. Какого же все-таки крутого Клопа. И самое главное, расклады. Мы очень любим расклады. Пятый матч ССК в Лиге Чемпионов. Последний домашний матч. 52 тысячи на матч с Пользенью. Это круто для российского футбола? Ну, возможно, это эффект все-таки Чемпионата мира отчасти. Потому что, тем более, очень важно отметить, что Акинфей отбил пенальти в тех же воротах, в которых он отбил пенальти в матч с Испанией. Это было очень такое крутое возвращение в это знаменитое лето. Но, к сожалению, ЦСКА порадовал посещаемостью, но огрочил результатом. Потому что теперь мы, насколько понимаем, даже в Лигу Европы армейцам будет забраться очень сложно. А после победы над Реалом во втором туре никто не ожидал. То есть, были уже разговоры, что, возможно, получится повторить успехи Слуцкого в свое время. Мы помним, что ЦСКА выходил несколько раз в плей-офф. Но теперь даже Лига Европы кажется очень сложной задачей. Но мы чуть позже поговорим о всех раскладах, в том числе о раскладе в этой группе. У ЦСКА были очень крутые. Первые полчаса забили гол. И даже расслабленность в атаках появилась. То есть, было как будто уверенность, что они сейчас забьют еще и выиграют на классе вообще этот матч. Потом Виктория все перевернула. Ну да, и в первом тайме, например, Влашич был неплохой эпизод, когда он убрал на замахе. Не помню, конечно, у кого Пльзене. И мог даже улучшать позицию, но решил пробить. То есть, было видно, что Влашич был уверен в том, что у него будут еще такие моменты. Ну и во втором тайме, кстати, до второго гола Виктории у ЦСКА были неплохие моменты. И, конечно, вот этот мяч со стандарта. А, ну это скорее, возможно, ответка за то, что произошло в Чехии. Потому что в Чехии ЦСКА не то, чтобы не заслуживал ничьей, но там был такой полуотскок на последних минутах. А здесь, наоборот, больше повезло чехам. То есть, в принципе, ЦСКА сам виноват, конечно. Но нужно понимать, что в футболе многое возвращается. ЦСКА очень молодая команда. Про это много говорили, что почти все лица новые. Как-то вот по этому матчу кажется, что не хватило какого-то инстинкта убийцы, опыта, там, чего угодно. Команда опытная, которая много лет в Лиге Чемпионов играет, она бы, мне кажется, такого себе не позволила. Она бы прикончила бы там 2-3 мяча к перерыву. И Виктория бы точно даже и не думала о возвращении. Тем более, что им ловить особо нечего уже. Ну, ЦСКА с опытными игроками, в принципе, провалился в Лиге Чемпионов. Но тут скорее приятно, просто за этой командой приятнее наблюдать. То есть, когда уже из года в год был этот рекорд Акинфеева, Березуцкий, Игнашевич. Никто там не против Березуцких и Игнашевича. Но за этим ЦСКА, честно говоря, интереснее смотреть. И если они в следующем году выйдут в Лигу Чемпионов, да, возможно, тот опыт, который получил Чалов и другие игроки, поможет им через год. Но в этом сезоне, по всей видимости, ЦСКА закончит свой еврокубковый путь уже осенью. Да, расклад очень простой и очень сложный. ЦСКА нужно брать очки с Реалом в гостях, в то время как Пльзень играет дома с Ромой. И Реал, и Рома уже все для себя решили. Поэтому здесь просто вопрос в классе двух соперников. Ну да, ЦСКА нужно брать больше очков, чем наберет Виктория. То есть, если, допустим, ЦСКА сыграет в ничью, а Виктория проиграет, то это тоже устроит команду Гончаренко. Но непонятно... Два поражения не устроит, да? Два поражения не устроит, да. Но не очень понятно, насколько будет мотивирована Рома, например. Потому что Реал, все-таки, учитывая, что у них в этом сезоне и так накопилось много поражений, и Реал даже в такой ничего не значащей игре наверняка будет хотеть выиграть. Просто потому, что ему важно накапливать час победы, важно возвращать доверие болельщиков. Тем более дома, да. Да, тем более дома. Но вдруг там ЦСКА зацепится за ничью, неизвестно. Когда ЦСКА выходил при Слуцком второй раз в плей-офф Лиги Чемпионов, насколько я помню, был матч с Интером на выезде, тоже не самым мотивированным. И ЦСКА нужно было выиграть. ЦСКА выиграл 1-2 и вышел в плей-офф. Хотя тоже многие не ожидали победы на Сенсира. Но, тем не менее, возможно, да, все-таки, хотя бы какая-то интрига сохранится. Реал там не забьет в начале сразу 2-3 мяча. И до последних минут мы хотя бы поболеем за российский клуб. За 0-0. Ну да. Так, в общем, с ЦСКА все ясно. Идем к Локомотиву. С Локомотива, в принципе, тоже было все ясно. Но тоже начнем с посещаемости. У Лока все очень грустно с этим в Лиге Чемпионов. Хотя Илья Геркус предвосхищал. И медиа-служба клуба так готовилась к этому турниру. В итоге 14 тысяч на матче с Галатасараем. Это вместительная стадиона какого-нибудь СК Хабаровска или старого стадиона Ростова. Столько человек приходит на Лигу Чемпионов. Можно оправдываться холодом, чем угодно. Но в Лужниках за день до этого было 52 тысячи. Против тоже не топового соперника. Может быть, все-таки сыграло роль то, что Локомотив столько поражений потерпел на старте турнира. И уже вообще мало кто интересовался его матчем. Тем неожиданнее, что у Локомотива на самом деле едва ли не больше шансов теперь на Лигу Европы. Ну, по крайней мере, они более осязаемые. Все-таки в последнем туре команда Семина будет играть на выезде с Шальки, а не с Реалом. И здесь тоже задача достаточно простая. Нужно выигрывать у Шальки и смотреть, что там Галатасарай покажет спорту. Понятно, что обыграть Шальки на выезде тоже не так-то просто. Но, по крайней мере, это не Сантьяго Бернабе. Вроде бы Локомотив играл не намного лучше, чем в предыдущих домашних матчах. Какая-то такая же была игра. Тоже соперники много чего давали на своей половине поля. Галатасарай особенно как-то безалаберно играл, очень много зон оставлял. Но вот в этот раз залетело, а до этого не залетело. Ну, здесь можно вспомнить матч спорту. На самом деле, мне кажется, дома спорту Локомотив даже точно не хуже сыграл. То есть там в начале спорта были моменты, не забиты пенальти. Ну да, здесь просто залетело. Где-то же тоже должно залететь. Я сказал, что в футболе все возвращается. Вот там не забил Фернандеш пенальти, а здесь Крыховик забил с помощью рикошета. То есть где-то все-таки Локомотив должно было повести. Матч по качеству был точно не лучше из тех, которые были плохо. Да, примерно. Они все примерно не очень высокого качества, но вот это точно не было лучше. Да, но дома Локомотив не самые плохие перформансы показал именно в Лиге Чемпионов. На выезде были провалы. Дома, мне кажется, если бы везение было на стороне Семина, возможно, мы бы уже говорили о том, что Локомотив как минимум в Лиге Европы играет. Но, к сожалению, тут домашний матч спорту. Действительно, там многое сложилось не в пользу российского клуба. И теперь, ну, не знаю, наверное, все-таки Локомотив тоже не выйдет в Еврокубковую весну, учитывая, что будет играть последний матч на выезде. Шальке на выезде, пока у него в Лиге Чемпионов были действительно и с точки зрения качества не самые лучшие матчи. Ну, получается, мы так смеялись весь групповой этап над Локомотивом. Так вроде бы радовались за ЦСКА, а в итоге пришли к тому, что у клубов примерно одинаковый расклад в группах, только у Лока последний соперник чуть попроще. Ну, может быть, не чуть. Ну, у Лока и группа была изначально в разы проще. Но просто действительно по поводу ЦСКА была какая-то определенная эйфория, потому что они вытащили матч с Викторией первый, и вроде как стратегически сыграли неплохую выездную ничью. А потом еще и обыграли Реал дома. После двух туров была вообще идеальная ситуация. Но потом, да, наступили матчи с Ромой, такое отрезвление. Теперь, ну, к сожалению, ЦСКА так повторил, как он несколько сезонов при Слуцком. Были такие некоторые всплески. Помните, там ЦСКА обыгрывал Манчестер-Сити на выезде. Но в целом, кроме самых ранних лет при Слуцком, потом ЦСКА постоянно показывал в Лиге чемпионов примерно один и тот же результат. Ну, можно еще отметить, что Локомотив такую трансферную кампанию достаточно громкую провел. И Крыховек, и Смолов, и Хеведес. Но в итоге это ни во что не вылилось. А у ЦСКА, наоборот, как обычно, была такая скромная кампания. Но примерно тот же результат. То есть Гиннер в очередной раз доказал, что можно, в принципе, громкими именами, ну, то есть не обязательно громкие имена, чтобы выступать на одном и том же уровне. То есть на самом деле ничего особенного приобретения Локомотива не показали, особенно Смолов. Мне кажется, что Смолов, у него как-то действительно в этом году карьера пошла вниз. И, понятно, чемпионат мира, ну, и Лигу чемпионов, в которой он всю жизнь мечтал сыграть. В принципе, ничего особенного он там, к сожалению, не показал. Главный матч тура, пассажир Ливерпуль. Тимофей сейчас будет казнить, видимо, кого-то из главных тренеров. Ну, конечно, Клопа надо казнить. Я помню, пару недель назад мы со Славой Апалагиным общались, и он так уверенно говорил, что вот, конечно же, Ливерпуль не проиграет в Париже. Я сразу сказал, что он там без вариантов. То есть вообще о Клопе, как о топ-тренере, мне кажется, говорить рано. Клопа любят, вот кто-то проводил такое сравнение, не помню, пару лет назад. Знаешь, вот в институте бывает такой преподаватель, который знания особо не дает, но он очень обаятельный, очень приятный такой мужик, его приятно послушать. И пары прикольные, но по факту ничего не происходит. То есть на самом деле, если так посмотреть, ну, в этом году пока Ливерпуль, да, там борется с Манчестер-Сити за чемпионство, но я думаю, что в итоге все равно Сити убежит вперед. Просто Ливерпуль начал тратить серьезные деньги, да, то есть он купил прошлой зимой Ван Дейка за огромные деньги, он сейчас купил Алисона, там и Мане приходил за приличные суммы. То есть Ливерпуль своими финансами показывает амбиции, и Клоп, соответственно, должен это конвертировать, я думаю, что уже фактически в трофеи. Вот, иначе, ну, мне кажется, ну, пора будет уходить через год-два. Еще так год-два посидеть без трофеев, он тренирует с 2015 года. Понятно, что просить от него выиграть Лигу чемпионов, это преждевременно, но, извините меня, три поражения выездных. То есть все три выездных матча проигрывать в Лиге чемпионов, даже в такой непростой группе, это, по-моему, перебор. И здесь, ну, ПСЖ действительно очень классно разобрал Ливерпуль, фактически у Ливерпуля и не было особо явных таких моментов. Вот, пенальти, да, Мане заработал, он на рывке. Ну, Мане очень классный рывок, все мы знаем, там, Димареза не успел, и Мане очень круто подставился. Я потом этот эпизод в Слоумо пересматривал, там видно, конечно, что он понимал, что он идет на пенальти, но такая обычная уловка нападающая. Но, в целом, кроме этого момента, у Ливерпуля очень все скудно было, и это для меня было предсказуемо. Я думал, что примерно так матчи сложатся. Ничего удивительного здесь я не увидел. Неймар, кажется, был игроком матча. Тащил, вез, финтил. Игроки Ливерпуля психовали, фолили. Там было несколько эпизодов таких очень забавных, когда Неймар Неймарчик оклон был из игроков Ливерпуля. Ну, там на последних минутах его уже так били. Помню, когда он, естественно, начал там потягивать время, Робертсон его так по ногам засадил. Но, на самом деле, Неймар... Нормальная история как бы для Неймара, да? Ну, на самом деле, Неймар, не знаю, его так многие издеваются. Он Туктамыши вот сегодня твит написал, что она на лед падала реже, чем он. Но, не знаю, я наоборот как-то кайфую от его игры. Мне вообще нравится вот эта его репутация. Ну, то есть, видно, что на самом деле он незаслуженный, потому что Неймар реально создает опасность у ворота. То есть, то, как он идет в обводку, то, как он спокойно берет, там двух-трех человек накручивает, это, ну, действительно, в мире таких игроков мало. И мне кажется, несправедливо говорить. Вот я помню, Бартон говорил, что Неймар – это Ким Кардашьян в мире футбола. То есть, дутая репутация. Но он, на самом деле, не согласен с этим. У Кардашьян, может, там и дутая репутация, но... И не только репутация. И не только репутация. И не только репутация. Но... Да, не только репутация. А вот у Неймара он создает реально угроз. То есть, видно, что соперники начинают нервничать. Против него очень сложно играть. Он зарабатывает очень много фолов. Да, он и фолов, штрафных карточек. Защитники устают. Это видно. А когда у тебя еще в команде есть Мбаппе, то есть, это такая очень неплохая химия возникает. Неймар затаскает одного защитника, а потом Мбаппе там побежит электричкой против них. Поэтому абсолютно точно, да, Неймар один из лучших игроков в этой игре. Ну, и нужно отметить еще Маркиниса, который играл и опорника, и защитника. Очень качественный матч. Ну, и, конечно... Мой любимый игрок, конечно, это Верать еще в ПСЖ. То есть, его техника это практически на уровне лучшего Косорла. Лучшего полузащитника 21 века, по версии Тимофея Яценко. Ну, еще есть Патрик Вера, но в целом, да. Второй тренер в группе применяет одну и ту же уловку против Ливерпуля. Играет по двум схемам. Одну применяя в защите, а вторую в нападении. 4-4-2. И 3-5-2, получается, играл сейчас Томас Тухель. До этого то же самое дело Анчелотти. Это какой-то общий антидот против игры Клопа? Или просто Юрген не очень подстраивается под изменения в игре соперника? Ну, видимо, да. Раз и Анчелотти, и Тухель это использовали, то есть это не случайно. Да, ну, и опять-таки сработало. То есть, на самом деле... Ну, то есть, когда это работает в первый раз, окей, это классный ход от тренера. Когда это работает уже не в первый раз, явно Клопу надо что-то менять. Ну, теперь тут вопрос, когда менять. Потому что последний матч, он все-таки будет сыгран на Энфилде. Совсем другая история будет. И Клоп уже сказал на пресс-конференции, что надеется на атмосферу Энфилда в первую очередь. То есть, там уже разговор, наверное, будет не совсем о схемах. Ливерпуль, мы знаем, он может в определенный момент превозмогать себя. То есть, тот же, кстати, матч с Тухелем можно вспомнить еще с Боруссией, когда 4-3 Ливерпуль в Лиге Европы. Действительно, хотя у Боруссии были такие игроки, как Абамиянг, тем не менее, удалось Ливерпуле на последних минутах вытащить тот матч. Но, кстати, важно отметить, что Ливерпуль-то 1-0 достаточно будет выиграть, я насколько понимаю. То есть, разница у них круче, да, а там было 1-0. В принципе, да, задача не самая страшная. То есть, 1-0 выиграть у Наполи, Ливерпуль с его мощной атакой, мощной поддержкой, не особо так не попал, никакой катастрофы не случилось. Вот удивительно, ты вроде как потерпел 3 поражения, а на самом деле всего лишь достаточно выиграть домашний матч с счетом 1-0. Будет неприятно, если Наполи забьет, потому что там уже счет 2-1 не устроит, там надо делать разницу. Да, и вот тут, да, такая очень скользкая ситуация. Вроде как и задача не сложная, но с другой стороны там условный какой-нибудь угловой прилетит, и уже забивает 3. И, конечно, да. Это стиль сборной России, когда задача вроде бы не такая сложная, она сразу в 10 раз сложнее становится. Да, можно. Потому что успокаиваешься немного, да. Да, как со Словения было. Там 2-1, и вроде как, ну, можно строить в ничью, а в итоге ты проигрываешь. Поэтому, да, я так все-таки скорее бы дал 55%, что Наполи выйдет, просто потому что слишком как-то все для Ливерпуля гладко сложилось. Должны их наказать, должна их судьба наказать за то, что ты три матча проигрываешь на выезде, проигрываешь в Цервене-Звезде, но после того, как ты проигрываешь в Цервене-Звезде, я думаю, что ты должен отправиться в Лигу Европы. Теперь про еще одну группу, где еще живая интрига. Это группа, где Барса, PSV, Тоттенхэм и Интер. В матче Барса, PSV, который смотрел я, происходило то же самое, что происходит в последних 10 матчах Барселоны во всех турнирах. Просто позор какой-то в обороне. Барса пропускает в 5 матчах подряд уже. PSV забил 1, реально мог забить 3 и 4 запросто. Там был эпизод, когда в течение 5 секунд сначала попали в перекладину игроки PSV, потом тут же на добивании в штангу лупанули. То есть PSV мог забивать больше, Барса снова очень слабо играет в защите. Но пока все работает, пока прокатывает, пока немного везет, Барса обеспечила себе первое место, а вот за вторую путевку в плей-офф очень много вопросов. Ну, с Тоттенхэмом там вообще любопытная ситуация. У Интера и Тоттенхэма сейчас по 7 очков. И по личным встречам Тоттенхэм опережает Интер, так как дома шпоры выиграли 1-0, а на выезде проиграли 2-1. То есть перед последним туром у Тоттенхэма как бы есть преимущество над Интером. Но на самом деле в последнем туре Интер будет играть дома с PSV, а Тоттенхэм поедет на Камп Ноу. То есть на самом деле у Интера больше шансов выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, а Тоттенхэм, наверное, отправится в Лигу Европы. Потому что даже немотивированная Барса на своем поле может и обыграть тебя, и уж там даже ничью Тоттенхэм будет зацепить не так уж то и просто. Хотя на данный момент, да, эта победа Тоттенхэм вывела на второе место. И в лайв-таблице почти как бы выполнил свою задачу. Но я думаю, что все-таки мы увидим Тоттенхэм скорее в Лиге Европы в компании Арсенала. И там мы увидим Лондонское дерби. Так, и последняя группа, в которой есть что обсудить, это группа F, где Шахтер с Леоном очно сразятся за выход в плей-офф. Тут немного попроще ситуация. Шахтеру просто нужно выиграть. Ну, я думаю, что в одном матче Шахтер может собраться. Тем более, что игра будет в Украине, где сейчас прохладно. И теплолюбивые игроки Леона, я думаю, будет очень комфортно. В начале, ну, где-то в середине я сказал, что у Наполя на самом деле больше шансов, чем у Ливерпуля. Хотя, наверняка, многие будут ставить на Ливерпуль. И здесь, мне кажется, что у Шахтера чуть-чуть побольше шансов, чем у Леона. Можно вспомнить, как в прошлых турнирах Шахтер собирался на одну игру и мог выиграть даже, например, у Манчестер Сити. Здесь надо поблагодарить Хоффенхайм, который своими камбэками на 92-х минутах в предыдущих матчах оттяпал немного очков у Леона. И теперь у Шахтера появился шанс. Сначала забрал очки у Леона, потом отдал очки Шахтер. Шахтер в конце тоже отыгрался. Поэтому Хоффенхайм, в общем, продюсер этой гонки в этой группе. Ну, вообще, очередной показатель того, как крута Лига Чемпионов. Смотрите, команда, которая отняла 4 очка у Манчестер Сити Пеппа Гвардиолы, может вылететь в Лигу Европы. То есть, это действительно турнир, где играют лучшие из лучших. А через 2 недели мы соберемся здесь в последний раз в групповом этапе и обсудим последних запрыгнувших вот в этот Лига Чемпионский поезд. Хайп Трейн, который уносится куда-то вдаль. Посредние команды попытаются... И посмотрим, кто отправился в Лигу Европы, потому что... Гораздо приятнее и смешнее, да. В Лиге Европе нас... В Лиге Европе уже заговариваюсь. На самом деле, неплохая компания. Мне еще интересно, если там... В Лиге Европе просто ждет хороших соперников для Арсенала интересных. Он знает, что Эмери как бы всех обыграет, но надо соперников поинтереснее. Тут на самом деле намечается удивительная заруба английских клубов. Потому что смотри, Арсенал будет плей в Лиге Европы, Челси вполне может выпасть Тоттенхэм и Ливерпуль. То есть представь себе 4 этих клуба. Это же будет очень крутой турнир. Это как еще один английский кубок будет. То есть у нас есть кубок английской лиги, кубок Англии и вот еще кубок Лиги Европы. Хотя Англия вроде бы уже почти и не Европа, да. Но Лигу Европы сделает одним из своих кубков. Говорит ли это о небывалой силе английской премьер-лиги? Ну, это скорее говорит о том, о чем упоминал президент Наполи де Лаурентис перед началом группового этапа. Он сказал, что это не очень нормальная ситуация, когда Наполи, Ливерпуль, ПСЖ играют в одной группе. Например, в другой группе, где выступает Локомотив, там достаточно средние 4 команды, если не сказать больше, убогие команды собрались и непонятно, что разыгрывают. Тот же Порту из года в год он выходит в плей-офф Лиги Чемпионов и все, дальше у них силы заканчиваются, да, умения заканчиваются. Один раз при Маурине Порту выстрелил, после этого вот что было в прошлом году. Порту вышел в 1-8 Лиги Чемпионов и проиграл Ливерпулю дома 0-5. Ну, даже Ливерпулю проигрывать дома 0-5 это ненормально. Можно вспомнить 2010 год, матч с Арсеналом. То же самое, Порту выходит в 1-8 Лиги Чемпионов, в первом матче там еще Фалькао и другие ребята там как-то 2-1 Порту дома выиграл. В ответ на матч, что происходит, Порту проигрывает 0-5. На светлых воспоминаниях Тимофея Яценко мы завершаем наш подкаст. Бентнер тогда хит-трик сделал, Лорд Бентнер сделал хит-трик в ворота Порту. Передаем привет Лорду Бентнеру в СИЗО номер... В СИЗО номер не знаю какой, его, кстати, вроде выпустили даже. У него, наверное, есть там деньги под залог. Все, на этом... До свидания, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова